На Евангелии Таанна в беседе святитель Иоанн Златоуст говорит, что добродетельный человек мудрый, а порочный безумный. Ничто так не делает людей глупыми, как злоба. В самом деле, когда человек бывает коварен, неблагонамерен, непризнателен, а это виды злобы, когда раздражается ничем не обиженный, строит ковы, то не представляет ли в этом доказательств крайнего своего неразумия. С другой стороны, ничто так не делает людей разумными, как добродетель. Она делает их признательными, благонамеренными, человеколюбивыми, тихими, кроткими, смиренными. Она обыкновенно рождает и все другие совершенства. Кто же может быть мудрее человека с такими расположениями? Поистине, добродетель есть источнику и корень мудрости, как всякий порок берет начало от неразумия. И надменный, гневливый человек увлекается этими страстями по недостатку благоразумия. Поэтому и пророк говорит, смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Псалом 37, 6 стих. Показывая, что всякий грех получает свое начало от неразумия. Напротив, человек добродетельный, имеющий в себе страх Божий, мудрее всех. Потому и некто мудрый говорит, начало премудрости, страх Господень. Прича 1.7. Если же бояться Бога значит иметь мудрость, а порочный не имеет этого, то без сомнения он лишен мудрости. А лишенный истинной мудрости бессмысленнее всех. Хотя многие людям порочным удивляются, потому что они могут делать другим обиды и вред, но не понимают, что таких людей должно считать несчастнейшими всех, потому что, думая вредить другим, они вонзают меч в себя самих. А то и есть признак крайнего безумия, когда кто, поражая самого себя, не сознает того, но думает, что он вредит другому, между тем, как заколает сам себя. Потому и Павел, зная, что поражая других мы убиваем самих себя, говорит, для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? 1 Коринфянам 6, глава 7 стих. Чтобы не быть обидимым, не надо обижать, чтобы не терпеть зла, не надо делать зла. Хотя это может показаться загадкой людям обыкновенным и не желающим любомудрствовать. Итак, зная это, будем считать несчастными и оплакивать не обижаемых и оскорбляемых, а делающим другим обиды и оскорбления. Эти-то люди наиболее страдают, потому что они вооружают против себя Бога, отверзают уста тысяч обвинителей, приобретают худую славу в этой жизни и навлекают на себя великую казнь в веки будущем. Напротив, обижаемые и все великодушно переносящие преклоняются и преклоняют Бога к милосердию и всех людей к состраданию им, похвалам и благорасположениям. Такие люди, представляя величайшее доказательство своего любомудрия, и в этой жизни приобретают великую славу, и в будущем получают вечные блага, которых и можем достигнуть всеми благодатью человека любимого Господа нашего Иисуса Христа, которому Отцу вместе со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аминь.